Живая экология, да? Животные, люди. Тема – раздельный сбор мусора. Экоурок в 4-м оклассе 52-й школы проходит с участием представителей Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов. Экологи активно ищут маленьких супергероев, готовых бороться за здоровье планеты. Скоро у нас начнется акция «Собери батарейку». Призвали к этой акции, призвали к сбору макулатуры. Также каждого ребенка мы призываем участвовать в школьном эко-патруле, дать возможность быть нашими маленькими помощниками. На суд жюри дети должны представить свою творческую работу – рисунок, видеоролик, мультфильмы, фотографии. Все зависит от номинации. Например, восьмилетняя Амина Галямова создала земной шар, собранный из бросовых материалов. Здесь есть и лес, и река, и даже сияет солнце. Я реку сделала из пробок и из краски. Траву я сделала из фетра. Горы я сделала из пищей бумаги. В состав жюри, оценивающих творческие работы учащихся со всего мира, входят известные телеведущие – народные артисты России. Стоит отметить, что в прошлом году в международной премии «Экология – дело каждого» приняли участие почти две тысячи детей со всей республики. Организаторы надеются, что в 2023-м желающих будет больше. Данные премии абсолютно бесплатны для детей, для родителей. Заходите в сайт никологделокаждого.рф и там уже пошагово заполняйте заявку, участвуете в номинациях. Их на самом деле много, там 12. Возрастная категория лиц – это с 6 лет до, ну, по основным программам до 17 лет, а по некоторым из них до, там, и взрослые поколения тоже могут принимать участие. Награждение победителей пройдет в феврале. Школьники из Челнов, занявшие призовые места, получат подарки из рук Раиса Республики Татарстана и главного государственного экологического инспектора России. Лисанга Бдрашитова, Артем Колесов. Новости набережной Челны.